Пол моста реконструировали, осталось столько же. Автомобилисты ежедневно стоят в пробке у въезда на переправу через реку Издревая. В выходные проблема обостряется. Люди едут на дачи или за горы. Светлана Шевченко выясняла, когда движение по мосту запустят в привычном режиме. У нас в ПСД нету нерегулировки движения, то есть людьми. Это абсолютно. То есть это, грубо говоря, инициатива Туада и нашей. То есть в ПСД это даже не предусмотрено. То есть у нас люди, начиная с пятницы, по воскресенье, грубо говоря, регулируют движение. Ну плюс ГИБДД иногда нам помогает. Утро вторника автомобили на трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий стоят в обоих направлениях. На мосту через реку Издревая действует реверсивное движение. Обычно этот участок проезжают за две минуты. С апреля водители тратят на него от 10 минут до полутора часов. ПСД, на которую ссылаются специалисты, это проектно-сметная документация. Когда мы выводим участок движения вот такого характера и нет дублирования, мы создаем огромную проблему. На полгода оставить движение по этому направлению, въезд и выезд из Новосибирска, очень ограничено. И, безусловно, наверное, надо подходить не по дежурному. Несходя из ПСД, технологии, будем набирать прочность, можно формировать работу не этапами, а параллельно, как я говорю. Ремонтируют опоры, переправы, пролетные строения, меняют металлические ограждения, демонтируют тротуарные блоки. По контракту срок сдачи объекта 1 ноября этого года. Сегодня здесь завершают ремонт одной стороны моста и переходят на вторую. А уже в сентябре обещают запустить двухстороннее движение. Вот только скорость для водителей будет ограничена. Еще один проблемный участок на трассе Инская-Барышева. Дорогу построили в 80-х для проезда до садовых обществ. С 2021 года там идет комплексный ремонт. Работа выполнена наполовину и пока приостановлены. Контракт с компанией «Союз Дорстрой» пришлось расторгнуть в одностороннем порядке. Подрядчик нам говорил в прошлом году, в конце строительного сезона, что он выйдет на следующий год, реализует. Такая ситуация была и в зимний период, там, январь-февраль. Но ближе к строительному сезону подрядчик потерялся, ушел от контактов, не отвечал ни на звонки, ни телефонограммы, съехал с адреса. Необходимо снять старое дорожное полотно, сделать основание, нанести разметку и установить дорожные знаки. Светлана Шевченко, Дмитрий Злобин, Новости ОТС.